Ребят, ну, в общем, такая тема. В Краснодаре запустили новый тариф «Попутчик» в Яндексе, или «Тариф вместе», я не знаю, как он правильно называется, но, в общем, тариф «Маршрутка». Вот, а здесь будет аудиосообщение о том, что водитель пытался вывести тариф «Попутчик». Ну, реально, вы это всё послушаете и поймёте, что это тариф «Полная Г». Вот, так что всем удачи, прослушайте до конца и вы узнаете, что это за тариф. Служба поддержки. Меня зовут Мария, какой вас вопрос? Здравствуй, Мария. А вот сейчас вопрос по текущему заказу. Я заказ принял, вот. Он мне писал, ближняя подача, в итоге 5,3 километра, 10 минут подача, это уже дальняя подача. Я вообще не пойму, заказ другого «Попутчика» не даёт, вот стою, жду, пока другой «Попутчик» будет. Что за тариф? Тариф дали, как им пользоваться, ничего не дали. Вам нужно направлять в сторону заказа и, возможно, вам его будет. Так, подождите, что я туда поеду? Вы мне неправильно дали время подачи. Вы дали 3 минуты, ближняя подача. А тут же навигация пишет 5,3 километра, 10 минут, хотя было там 2 с чем-то километра. Я что, без «Попутчика» за ним поеду? А, всё, он отменил заказ. И если я заказ принял, я же стою, жду, правильно, пока мне второй заказ придёт, потом поеду за первым. Нет, вам нужно направлять в сторону первого заказа. Нет, я сегодня звонил в поддержку, у меня запись есть. Мне сказали, я говорю, и что, второго заказа нет? Мне сказали, жди, как будет второй, потом поедешь. Я, у меня запись есть, я разговаривал сегодня с поддержкой. Вы заказы, этот, тариф пилили нам, а как им пользоваться, никто ничего не сказал. Вот я уже несколько заказов встаю, так жду, пока второй мне не придёт. Они отменяют заказы. Не могу, а у вас, наверное, зафиксируют знать, что у вас всё произошло отменя на этого заказа? Я понял, я принимаю заказы вот этих с «Попутчиком», мне второй «Попутчик» не приходит, я стою, жду, а они отменяют потом. То есть я не еду, как мне объяснил оператор, я не еду за первым, пока не придёт второй заказ. Вот я разговаривал несколько часов, часа два-три назад. Я говорю, что мне делать, ждать пока второй заказ? Ну да, вам, скорее всего, придёт сейчас второй заказ. Ждал-ждал, ничего не пришло, и эти тоже отменили. Попробуйте в следующий раз при принятии заказов встал «Попутчиком» всё-таки двигаться в сторону. Зачем? Нет, заказ с «Попутчиком» он дешевле. Я жду второго «Попутчика», одного я не повезу, зачем он мне нужен? У вас же написано, что тариф, заказ с «Попутчиком», то есть ждём второго «Попутчика». Не один же ездит по заниженной цене. Понимаю, вот просто, когда вы начнёте двигаться в сторону этого «Попутчика», вам придёт за этот факт, просто не нужно стоять на месте. Так, а если он не придёт, я что, его одного повезу? Да, возможно, он придёт и после того, как вы все разберёте. Так, возможно, ну, мне сказали, что он придёт второй, забираешь второго, ну, и с двумя уже едешь. Вы тариф придумали, объяснить, как им пользоваться, не придумали. И вот мы теперь, хрен пойми, что, принимаем заказ и стоим, ждём, да, они потом отменяют заказы. Я за одним зачем поеду? Один дешевле поездка стоит. Зачем мне один, если вы пишете тариф «Попутчик», значит, ждём второй «Попутчик» и едем уже с двумя. Южа, под нашим вам номер разговора, дам вам смс-сообщение. А зачем мне смс-с объяснить, кто-нибудь может, у вас у каждого разные версии. Если тариф «Попутчик», значит, я должен ехать с «Попутчиком». Если нет «Попутчика», что я за этим одним поеду, зачем он мне нужен? Тариф-то «Попутчик» называется, значит, с «Попутчиком» надо ехать. Нет второго «Попутчика», значит, и первый пусть ждёт, пока будет второй «Попутчик». Мне так объяснили, я сегодня спрашивал у неё, она говорит, да, жди второй заказ. Хотите, я вам запись в этот чат могу скинуть? Я ждал-ждал, эти отменили, всё, потом обычный заказ был. Мне этот «Попутчик» не нужен, не давайте мне его, я не дожидаюсь второго «Попутчика». Я помню, я вас прочитаю правила, дополнительные «Попутчиком». Как только найдёт система, чтобы запретить вас? Ну, а резко ко мне стоять, вот, пока он найдёт мне второго «Попутчика», чтобы поехать за первым «Попутчиком». Можно чуть погромче, вообще не слышно вас. Слушай, я вас слышу, вы меня слышите сейчас, хорошо? Да слышу, ну чё-то чуть плоховато, вроде на громкой связи, но всё равно плохо. Приложение начинает искать, то есть вам поступил заказ. Приложение начинает искать второго «Попутчика» в момент, когда вы приняли заказ. И как только найдётся, его вам, в этом обязательно предупредит. Ну, ну так пусть ищет быстрее, чтобы я сразу с двумя ехал. Зачем тот человек стоит, ждёт, пока система ваша найдёт второго? Подождите, а если система ваша не даст мне второго «Попутчика»? Заказ-то тариф «Попутчик»? Где второй «Попутчик»? Система вам должна дать второго «Попутчика»? Обязательно. Обязательно, но может не дать, мне так объяснили. А зачем он мне тогда один нужен, по заниженной цене? На 100 рублей как минимум дешевле, я смотрел сегодня в клиентском приложении. Тариф называется «Попутчиком», значит мне нужен второй «Попутчик». Один мне невыгодно ввести. Для того, чтобы вам его назначили, на вас вы должны направляться в сторону первого «Попутчика». То есть система видит, что вы выполняете этот «Попутчик». И сколько первого у меня будет сидеть в машине, пока мне дадут второго? Ну, здесь как бы по времени ограничения я вам дать. Хорошо, если второго мне не дали, что ему, выходить? Нет, вы задержаете поездку, и после этого вам нужно будет обратиться в службу поддержки для подъяснения ситуации. Но система будет стараться дать вам второго «Попутчика». Такой, подождите, если мне система не даст, я его одного повезу дешевле, но вот сейчас поездка получасовая, это рублей на 200 дешевле. Я его одного должен везти, что ли? Система будет стараться, но может не постараться. У меня тариф высвечивается заказ с «Попутчиком». Значит, и должен быть заказ с «Попутчиком». Нет второго «Попутчика», значит, я и за этим не еду. Мне объяснили так. В вашей поддержке. Я стоял, ждал, говорю, что мне делать? Я говорю, второго заказа нет. Она говорит, ну ждите, он обязательно будет, но может и не быть. Вот жду, 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 жду. Пассажир берет и отменяет, не дождавшись меня. А я теряю время. Я вас понимаю, но попробуйте в следующий раз, допустим, если вам будет этот тариф с «Попутчиком», он все-таки направляет в сторону первого «Попутчика». Не, а он мне не даст второго «Попутчика». Зачем мне первый «Попутчик»? Ну, хорошо, я вам просто все правила объяснила, как нужно действовать. Да мне никто не может нормально объяснить. Я вам тогда, как только ввели этот «Попутчик», мне никто не объяснил. Вам что, говорит, не звонили? Я говорю, не звонили, не писали, мне вообще не оповещали. Мне приходят заказы, я их напропускал, я не пойму, что это вообще такое приходит. У меня нету кнопки «Попутчик». Зачем она мне нужна, «Попутчик»? У меня эконом есть, все. Как выключить этот «Попутчик»? То есть вам не нужны заказы «Попутчик», да? Не нужны. Ни с одним, ни с двумя. Как его отключить? Я фиксирую, в настройках режим, как у вас там правильно, поживание по тарифам или... У меня тариф просто режим «Тариф эконом» и детский иногда. А то они не здесь от последнего времени. Функции нет такой графы? Какой функции? Функции «Попутчик» нету. Хорошо, потому что наша самая раздавая, а теперь фирмен с вас о том, что вы хотите отключить. Да, я могу не принимать эти заказы, да, если они мне будут идти? И с «Попутчиком»? Да, с «Попутчиком» не надо мне. Хорошо, вы можете на свое усмотрение. Я за вас это колено не фиксирую для того, что он вам отключивает слух. Короче, в итоге мне все равно никто ничего толком не объяснил. У вас еще другого позвонка, Владимир Владимирович? Да нет, все равно я... Вопрос был, но ответ не понял, что делать мне с ним, как его выключить. Вы попробуйте в настройках приложения? У меня тарифы 2 из 5, вот у меня включен эконом и детский, комфорт, машина уже не подходит, помочь взрослым я не включаю, межгород не включаю. Все, больше кнопок нет. У вас так, эконом, детский? Эконом, детский, комфорт, тариф недоступен, машина не подходит, помощь взрослым не включаю, межгород не включаю. где помощь помощь где этот попутчик как его выключить хорошо жду уведомления как отключить спасибо и вам всего доброго до свидания будем признательны коллеги коллеги ваши очень хорошие